Здравствуйте! В эфире программа «Под защитой закона» Все о работе Крымской прокуратуры Сегодня мы расскажем вам о том, как надзорное ведомство республики реагирует на главные вызовы современного общества экстремистскую деятельность и международный терроризм Насколько крымчане могут чувствовать себя защищенными от посягательств радикалов всех мастей на нашу жизнь, свободу, моральные и идеологические устои, давайте разберемся вместе Самый громкий инфоповод в сфере экстремизма, который в последнее время привлек внимание не только жителей полуострова, но и сопредельных стран Это раскрытие на территории республики очередной ячейки запрещенной в России террористической организации Хизбут-Тахрир Али Слами По версии следствия, входили в нее четверо жителей Бахчисарая Все они были задержаны в начале мая Глава ячейки Энвер Мамутов обвиняется в организации террористической деятельности А его подельники апсиитов, меметов и абельтаров в активном участии и распространении идей запрещенного объединения среди населения города В первую очередь молодежи Вербовочная работа велась, естественно, в мечетях Специально подбирались лицам несколько слабохарактерного плана на которых можно воздействовать психологически Через религию Вели законспирированный образ жизни Проводили тайные собрания Где изучали как литературу Которая в том числе признана террористической, экстремистской территорией России Казалось бы, что тут криминального Собираются себе верующие люди Слушают проповеди, обсуждают труды богословов В общем, размышляют о вечном Именно так пытаются представить деятельность адептов Хизбут-Тахрир в некоторых СМИ В первую очередь украинских И это неспроста Напомню, именно при Украине партия освобождения ислама А именно так с арабского переводится название этой международной организации Появилась в Крыму И чувствовала себя вполне вольготно Открыто вербуя новых участников И проводя публичные массовые акции Но в Российской Федерации Хизбут-Тахрир запретили еще в 2003 году И связано это было с теми радикальными идеями и методами Которые вдалбливают в головы простых мусульман Так называемые освободители ислама Эта организация не может рассматриваться как религиозная Это сектанская, то есть раскольническая Вышедшая из некоего течения Прежде всего из ислама Она не трактует Коран Она трактует то, что называется поиском незамутненных корней Корана Это разные вещи Хизбут-Тахрир возникла в 50-е годы на территории Палестины Цель партии содействовать возвращению всех мусульман к чисто исламскому образу жизни Все стороны которой должны основываться на нормах шариата И только на них Еще одна цель распространение в мире мусульманской веры при помощи джихада То бишь полного освобождения от господства неверных и отступников от ислама При этом декларируется, что это возможно лишь путем воссоздания единого теократического государства Халифата Таким образом, все существующие правительства даже в мусульманских странах Последователями партии признаются не исламскими И в дальнейшем подлежат ликвидации Стоит ли говорить о том, что эти идеи напрямую перекликаются с реалиями Уже существующего на Ближнем Востоке террористического псевдогосударства Которое претендует на мировое господство и известно нам как ИГИЛ Опасность подобного рода идей и методов уже давно осознается во многих странах мира Причем в первую очередь в мусульманских В Египте, Иордании, Сирии, Турции, Пакистане, Среднеазиатских и многих других государствах Хизбут Тахрир запрещена Но только не на Украине Куда после воссоединения Крыма с Россией сбежало большинство адептов партии Более того, общественное мнение там в лице политиков и СМИ Активно поддерживает членов экстремистской организации Утверждая, что антитеррористическая работа российских правоохранителей Это давление по национальному признаку на все крымско-татарское население полуострова При этом они намеренно упускают из виду, что среди задержанных есть лица и славянского происхождения Принявшие ислам, но затем пошедшие по кривой дорожке сектанства Как это было с одним участником выявленной ранее ялтинской ячейки Хизбут Тахрир А главное, игнорируется тот факт, что уголовному преследованию подвергаются конкретные люди Из-за конкретные преступные деяния В ответ на нашу работу в части недопущения совершения ряда провокаций на территории полуострова Разжигания какой-либо вражды Задержания лиц, причастных и подозреваемых в совершении тяжких преступлений в сфере терроризма Молниеносно следует обвинение со стороны некоторых международных организаций, в том числе даже госдепа США В ущемлении прав Но позиции украинских деятелей и их западных покровителей неудивительно Любое деструктивное движение в Крыму рассматривается ими как потенциальный союзник в деле борьбы с Россией Как это случилось и с пресловутым Меджлисом О печальных последствиях деятельности которого мы уже не раз рассказывали в нашей программе Но сколько веревочки не виться, конец один Напомню, Меджлис по иску прокуратуры республики был признан судом экстремистским объединением в апреле текущего года И теперь проведение любых акций под вывеской этой организации будет преследоваться по закону Еще одна серьезная задача, которая встает перед прокуратурой и другими правоохранительными органами На полуострове, недопущение создания и развития сетей террористов напрямую связанных с ИГИЛ И другими джихадистскими группировками в Сирии, Ираке и в зоне прочих конфликтов современности Тем более, что тревожные звоночки уже есть По информации правоохранителей, количество крымчан, выехавших на Ближний Восток, чтобы сражаться за идеи халифата Уже может исчисляться десятками Безусловно, это не так много в сравнении, скажем, с числом террористов, которые бежали от российского правосудия в Сирию Северного Кавказа Но сам факт говорит о том, что бдительность в этом направлении нужно укреплять и в дальнейшем Все лица эти стоят на особом контроле Правоохранительных органов, пограничных органов И при любой их попытке пересечь государственную границу Российской Федерации Они будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности Те лица, в отношении которых уже уголовные дела возбуждены, они уже объявлены Все международный розыск Надо сказать, что санкции, предусмотренные уголовным кодексом по отношению к новоявленным воинам джихада Весьма существенны Статья об участии в незаконном вооруженном формировании Дает возможность суду отправить боевика в места не столь отдаленные на срок до 10 лет При этом, если будут подтверждены более тяжкие преступления Акты терроризма, геноцида или преступления против личности То наказание может быть назначено вплоть до максимального, пожизненного лишения свободы Экстремистские течения в современном мире, в том числе и в Крыму, весьма разнообразны И одним только исламским радикализмом далеко не исчерпываются Совсем рядом с полуостровом находится серьезный центр геополитической нестабильности – Украина Происходящее в некогда братской стране порождает многочисленные проявления национальной нетерпимости Дискриминации и откровенного фашизма Майданный переворот и дальнейшая эскалация насилия привели к самым печальным последствиям И конца края этому не видно К сожалению, осколками разбитой украинской мечты периодически забрасывает и крымскую реальность Но здесь их встречает надежный щит в лице российских правоохранителей Так, дело радикального украинского националиста, схваченного в Крыму весной прошлого года По подозрению в терроризме, подходит к своему логическому завершению И уже направлена прокуратурой в Ростовский окружной военный суд Филатову инкриминируется покушение на террористический акт Также ему инкриминируется повреждение путем поджога мечети Чукурча на улице Луговой в Симферополе И ему инкриминируется изготовление, хранение и ношение боеприпасов, взрывчатых веществ Боец карательного украинского батальона Азов, Филатов, проникший на территорию Крыма, положительных характеристик не имеет Зато у него за плечами годы увлечения неонацистской идеологией В частности, еще при Украине методы закидывания коктейлями молотого храмов других конфессий он отрабатывал на Симферопольской синагоге Позже, в июле 2014 года, с целью дестабилизации межнациональных отношений в уже российском Крыму Он тем же образом пытался поджечь мечеть А спустя два месяца взорвать здание республиканской прокуратуры Но не вышло Несостоявшийся бомбист был схвачен, после чего во всем признался И с готовностью пошел на сотрудничество со следствием Тем не менее, даже учитывая эти обстоятельства, неофашисту грозит существенный срок за все его художество По совокупности, до 10 лет лишения свободы Но и это еще, возможно, не все Он был в составе батальона, но непосредственно в боевых действиях не принимал участия Это с его показаний Но несмотря на это, работа оперативная, в первую очередь, по нему не прекращена А продолжает вестись в целях подтверждения И все-таки, возможно, от того факта, что он все-таки принимал участие непосредственно в каких-то вооруженных мероприятиях Сейчас российские правоохранители ведут оперативную работу и в отношении побратимов Филатова из Азова И, возможно, скоро мы услышим, что заслуженная награда вновь нашла очередного бандеровского героя Все вышеперечисленные проблемы не могут быть решены силами какого-то одного ведомства Поэтому в прокуратуре республики регулярно проходят координационные совещания силовых структур По противодействию экстремизму и терроризму Так, 17 мая были подведены итоги совместной работы за 2015 год и первое полугодие 2016 За это время следственными органами возбуждено и расследуется 28 уголовных дел Проводится и постоянный мониторинг интернет-ресурсов на предмет запрещенного экстремистского контента Более чем 8 десятков сайтов и групп в соцсетях, содержащих такие материалы были заблокированы Роскомнадзором по инициативе прокуратуры В то же время правоохранителям есть над чем работать Это и усиление внимания к работе операторов связи по фильтрации контента при предоставлении доступа к интернету и проблемой обеспечения антитеррористической безопасности социальных объектов и совершенствования миграционной политики Все ради единой цели – мира и безопасности для крымчан В Крыму ни одно экстремистское проявление не должно оставаться вне поля зрения правоохранительных и других уполномоченных органов Мы обязаны реагировать, причем очень оперативно Чем, собственно говоря, мы занимались в предыдущие годы Сейчас продолжаем заниматься, а будем заниматься еще активнее По результатам совещания был разработан комплекс мер, направленных на дальнейшее противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в Крыму Это была программа «Под защитой закона» Все о работе Крымской прокуратуры Смотрите нас в эфире телеканалов «Первый Крымский» и «Крым-24» как всегда, ровно через две недели Живите по закону! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова